Продолжение следует... 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 И вот под конец одной смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорей, Поли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чего? Куда? Не важно! Живо! Ты у меня на мушке! Если нас нагонят, нам конец! Но и ты живым не уйдешь! Мне проблемы не нужны! У тебя уже проблемы! Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница! Надо сбросить их! Сколько машин за нами едут? Пока одна! Но могут быть и другие! Держитесь! Я кое-что придумал! Ни хера себе! Что это за типы? Моё дело везти, а не спрашивать! Нам на ту сторону реки! Езжай по мосту Джулиане! Как скажешь! Как там твоя нога? Болит адски! Как приедем, я разбужу доктора! Ну, может и так пройдет! Все равно я его вы... Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать! Я просто везу вас туда, куда вы сказали! Вот и вези! Я понял, но уже близко! Куда мне везти вас на том берегу? Меня достали твои вопросы! Вон еще! А чёрт! Я знаю, где можно срезать! Это их остановят! Делай, что хочешь! Только оторвись от них! Это, по-моему, срезать? Но они же отстали! Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся! Так бывает! Заткнись уже, Полли! Хватит болтать! Чем больше он знает, тем меньше у него шансов даже и до утра! Я ничего не слышал, ребята! Утер ты им нос! Это еще не все! Давай, гони! Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут! За минус три тачки! Сколько вообще на встрече было машин? Четыре! Может, пять! Наверняка он вызвал подмогу! Похоже на то! В следующий раз возьмем больше ребят! Этого следовало ожидать! Когда босс узнает об этом, он им такое устроит! Их все больше и больше! Похоже, они всех подняли! Если не вернемся в свой район, Долго мы тут не протянем! Надо двигать домой! Западный портовый мост! Давай туда! А-а-а! Мост же разведем, да? Ага! Мы успеем! Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись! Никогда такого не делал! Я тоже! А теперь в маленькую Италию! И побыстрей! Поездка не закончена! Такого я не ожидал! Думаешь, у нас тукач? Думаю, тебе лучше помалкивать! Обсудим, когда вернемся в бар! Отлично! Уже близко! Останови возле бара! В сольере, что ли? Да, тот самый! Ты здесь! Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Вот! Ты здесь! Я не могу! Я не могу. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Слава, Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... Связываться с криминалом лучше бедный и живой, чем богатый и мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями в Сальери, я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты! Шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Вот здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Нет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. Чего еще ждать от итальяшек? Найду-ка еще клиента. В галерею. И побыстрее. Ага. Побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе-то что? Да, так. Беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работа же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю. Вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да. Я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело. Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь о чем я. А пока рули не отвлекай меня. Да, да. Хорошо. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот пол бакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Эй, сюда! Вчера вы выглядишь, приятель? Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. Двадцать первая улица. Ладно. Я не скажу копам, что от тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозят и продает. Я видел, как они из-за меньше людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу, лады. У моего двоюродного брата кафейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабилом Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Ты блядь. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Донна. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну, что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли. Познакомишься с Доном. С Доном Сальери? Да. Да. Эта история его повеселит. Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджелес, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Мореллы пришли к Томе. Он помог нам тогда? Это такси? Твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томи Анджела. Все быки Морелла торчат в его баре. Поли, ты знаешь. Конечно, Фрэнкс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелла узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми. Вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает. Так что потише. Лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Ах... Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Он будет босса возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Не на виру сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поли. Как думаешь, что мне надо... Это не ко мне вопрос, Карла. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Что-то дельное нашел? Нет, я... Я за тобой слежу. Понял? Понял. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Виньей. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже сто лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Дон, рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долга. Если Дон захочет купить и еще, может встретиться... Мы въехали в город Витро. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно. Что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если битой недостаточно. У меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратней с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Том. 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 У нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины морала? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежем так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Нордпарке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громил и Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подбери сзади и втащи ему. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Не, не особо, но многие в городе очень злы на босса. Береженого Бог бережет. Главное, что платит он Бог. Да, что есть, что есть. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу шныляют ребята с Альели. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь Дино? Да, еще как знаю. Как-то раз у меня была отличная возможность подойти к этому козлу сзади и свернуть ему шею. А я дурак. Взял и упустил такой случай. Ты о чем это толкуешь? Надо было сделать это. Не сиськи мять, а завалить этого гада, пока все не пошло наперекосяк. Но нет. Я был тупым бараном, который какого то хера не сделал то, что ему велели. Можно вывести девку из деревни, но нельзя заставить ее грохнуть, парни. Отвали, а? Пойти проверить, что ли? Вот так! На тебе! Ну, идем к машинам! Бери битую и начинай махать! Отличная работа! А, это бар и Морелла точно услышат! Шахтуал на весь квартал. Да, ну там пора. Возьмем тачку Дино. Чего ты взял, что это машина Дино? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уж знаю где он ее держит! Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали! И дайте им удрать! Вернитесь, твари! А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся! Хороший план! Они разозлились! Не будем злить их еще больше! Он ушел! Вернитесь к патрулированию! Поймаем в другой... Пронесло! Поехали, доложим боссу! Я думал, легавые у Савери на содержании! Только некоторые постовые! А у Морелла сам шеф полиции в кармане! Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Утелать этого парня! Угнать у Дино тачку! Круто же! А, пожалуй, да! Первый раз самый лучший, Том! С ним ничто не сравнится! Ну, подходит тебе это? Такая жизнь! А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь! Люблю вопросы задавать! Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках! Ну, иногда мы заняты, иногда не очень! Меня вот не принимали так, как тебе! Ты не дрючил Дружков Дина и не забирал его машину? Нет! Я воровал тачки и меня наконец заметили! А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал! Однажды мы с Винченцем разболтались возле бара! И я стал с ними работать! Десять лет уже прошло, а я все еще здесь! Я только приоделся получше! А Винни уже старый хрыч! Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям! Брат там или дядя или… Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника! Вот, например, Карла! Папаша его был с доном «Не разлей вода!» Поначалу к такому человеку больше доверия! Но многие из нас попали в семью прямо с улицы! Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса! Ну, у меня на вечер планов нет! Ясное дело! Вот наши планы! В Лить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь! Не возражаю! Еще бы! А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее! Почему? Потому что корыто сраное! Это же лучше! Может и лучше, но окно разбито! Зато свежий воздух! Красота! Так ты все еще с ним? Да, типа того! Эй, босс! Все готово! Разобрались? Более чем, мистер Савелье! Я понял! Садитесь! Видели Морала? Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось! Теперь он долго не сможет думать головой! Видишь, этим мы с Моралой и отличаемся! Я бизнесмен! Я использую мозг! Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням! А Морелло вспыльчив! От злости у него сносит крышу! Когда он взбешен, он тупеет! По поводу Томми можете не беспокоиться! Этот парень был хорош, босс! Я очень рад! Мой бизнес растет! Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов! Ты в деле? Это честь для меня, сэр! Прошу! Прошу! Поли и Сэм за тебя поручились! Но тебе надо запомнить наши правила! Так что соберись! Первое! Мы никогда не материмся! У нас богатый язык! И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп! Второе! Никаких дел с наркотой! Мне торчки совсем не кстати! Пускай Морелло травит своих людей, если хочет! И третье! Нам не нужны проблемы с копами! Кое-кто у нас на ставке! Но если зайдешь далеко, придут другие! Это ясно? Да, мистер Салери! Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми! Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны! В городе есть парни покрепче их! И Фрэнк со мной не потому, что умен! Хотя в цифрах ему нет равных! Все эти люди здесь со мной! Благодаря одному качеству, которое я очень ценю! Это качество должны ценить мы все! Понимаешь, о чем я? Преданность! Именно! Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу! Но, если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем! Хорошо! Ты принят в семью! Прекрасно! Так, я голоден! Луиджи, накрывай! Очень рад! Наш бармен Луиджи, повар так себе! Зато его дочь Сара, Мадонна! Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно! Я таскал ящики и доставлял послания! Парни бездельничали и болтали о жизни на родине! В общем, мы просто ждали! Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят! Хм! Откуда ж мне было знать? Ты Томми? Ага! Гос хочет тебя видеть! Спасибо! Вот и он! Простите, опоздал! Садись! День сбора Дани, парни! Томми за рулем, поле СМ на вас остальное! Все как обычно! Сегодня весь день в разъездах! Билл задолжал нам за мотель в том месяце! Проследите, чтобы не забыл процент! Без проблем, босс! Постарайтесь не распускать руки без необходимости! Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказывали! Вы должны быть ангелами-хранителями! Гарантировать защиту! Мы не Костоломо вроде Морелла! Мы выше этого! Но услуга стоит денег! Мы справимся! Возьми у Ральфи машину! Хорошо, босс! Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том! Зайди к нему! Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет двадцать назад! Сегодня я ни почем не проиграю! Э-э-э, а вот и ты! Я увидел это и сразу же подумал о тебе! Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелил пару раз на ярмарке! Это не в счёт. Направь её на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. А теперь давай. Шалк-шалк-шалк. Бабах. И мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. И ещё запомни, пушкой светить нельзя. Держи её за поясом. Отлично. Когда начнётся пальба, ты, это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Да, это для босса и Фрэнка я, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Поосторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Морелло всё ещё бесится из-за побитых машин. А, сдались ему эти тачки. У него только в этой части города пять гаражей. Он не так уж и не... Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло суёшь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять в стекло. Смотри и учись. Да ты просто волшебник Ральфи. Давайте, Томми, покажи, что... Ага, подцепил. Вот так и надо. Хорошего дня, парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Эх, очень жаль. Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда всё идёт как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Сэм, Поли, как дела? Класс. Как крошка Джулия? Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была её бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достаёт? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас Том их возьмёт. А ты стой там, чтоб мы тебя видели. Трудное выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведёшь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Джулию, если денег не будет? Они в подсобке, Том. Где деньги? На столе! Коричневый конверт! Нашёл. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится, что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Очень рад был вас увидать. Так, дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Тао Лоу. Он ещё не помер? Того, гляди, и помрёт. Вроде там рулит его племянь. Том, на самом деле, старого владельца зовут Юджином. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. И дняга так и не смог её оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы панды из Чайна Тауна понимали, это наш город, а не их. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придётся познакомиться. Сейчас я сам, сэм. Уверен? Да, уверен. Вчера видел на улице мёртвого бродягу. Он хочет один разобраться? Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс всё сделать самому. Пускай порезвится. Да, теперь племяннику Юджину не до смеха. Если Полли завёлся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу катал. Как-то здоровяк. Как-то здоровяк. Извиняюсь. Очень извиняюсь. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Ещё и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка крови испачкана опять. И как сильно? Ничего. Вытрет, не развалится. Когда на ноги встанет. Пойдёшь с нами на дело ещё раз, Том. У нас много историй о племянниках китаёза, которые оттирают в прилавке от собственной кровищи. Да. Вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само всё выходит. Ну, а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Полли годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты. И думаешь, что сразу во всё врубился. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошёл на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще всё ненавидишь. Но за городом не хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем мы занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярость. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там, на пути, в Лост Хевен, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его в Тридороге. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешает им пользоваться. Даже Морелло? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. А как все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тосковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поля. Но он ничего не любит. Ни гулять, ни в заперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий. И темно хоть глаз выкат. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поля ненавидит. Что ж, рад помочь. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Том, Том, Томми, я ранен. Господи, Поля. Скажи, Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Сперва вытащи Сэма. А это, по-твоему, не война? Том, отхожу в укрытие. Ну, все, на покое. Сможи тебя, Сэм. У меня тут проблема. Том, я тут. Сэм. Ох, и досталось тебе, дружище. Боже. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. Том, я догоню урода. Где Сэм? Внутри. Он жив. Тогда забирай бабки. Все, побалдя. Все, побалдя. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили поли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле? Еще вчера ты был честным работягой. Пахал, как вола. Все относились к тебе, как к иммигранту. Как куче дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж. Он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоу из Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да. Тот самый. Говорят, тем утром Джоу ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да что б тебе! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Морелло! Господи! Дон Морелло! Я не знал, что это вы! Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть, это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Савери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию. Но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки. Ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на... на нашего. Майки Дана? Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби. Я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращаются ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцев? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все заводят, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Шутите? Такое чувство, будто бар целиком переедет на трибуны. Так, тут пя... Буна-сэрэ, Том. Так, тут пять, шесть, вместе с тем, что уже за баром. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк, есть один парень у Кобертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее, типа, подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я перегоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в час тридцать, а его сменщик – мудак. О, привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его, наконец-то, расчистил. Спасибо, буду знать. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральфи – мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно. Зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Так, мы на месте. Вот она. Каразелла серии С, 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к полвторого. До прихода сменщика. Да. Он мудак. Слыхал. Вот и ты. Томми Анджела. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. Снора вам. Эй, передай мистеру Сальере, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть точки для дела. Есть для понта. А цены не договорились. Лишь бы паренек Сальере победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Ну, конечно. Дождь. Как мило с вашей стороны. Написано. А, вернулся. Слава Богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично. А теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол. Потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать дом. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по два метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортиры и просто обоссал там все вокруг. Да ладно. И даже копов не вызвали. Нет. Иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло, Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Я же... Том, гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Тону важно победить. Но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликенберга. С местами со народных заездов примет участие в сегодняшнем гонке. Трошные новости. Любимик болельщиков Лост Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Дон и Анжела. Всем вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание. У Ликенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Виктор Берг выбывает. Фаворит выбывает. Вот соки он сын. Село с Хевена после легендарного первого поворота. Машины сбились в путью. Я уже вижу с усновения. Никто не готов. Каун, сосранец! В итоге после гонки потребуются обновить не только краску. Сосранец! Надеюсь, сегодня тихо не пострадает. Томми, лидер, отчаянно борется за победу. Гонка еще не закончена. Томми, лидер, отчаянно борется за победу. Умеет ли кто-нибудь обогнать лидера Томми Анжела? Наш новичок Томми Анжела по-прежнему впереди. Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион. Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон, Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь Том. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Фух. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Вот это была гонка. Да? Вот так. Нет. Но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился. Как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Победа и Томми! Молодец. Чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку к башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньги, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Полли не видел? Он нажрался в хлам. И два на ногах стоял. Да, слышал. Слава Богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Здорово, я сказала, му, а утка сказала, кля, аптечка сказала, а что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да, он козел. Проявил бы уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Ну, надо. Ты прав. Идем, чемпион. Ты молоток, Томми. Классно. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Да он с Альери. Этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы где. Мне даже неловко, Том. Вот гляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь, почему? Просто мы с Сымом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как. Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону. И тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Оля, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Томи мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам. Давай мы голубые тропики. Давай-ка лучше домой поедем. О, мост. Езжай через мост на остров. Отвези меня к девкам. Отвези к сладким красоткам. По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто. Совсем другое дело, братан. Видел бы ты этих девчонок. У-ху-ху. Нет уж, сам плавай среди этих пираний, Поля. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Там выездка голубая. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может... Мам, может... Ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно. Я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Э, Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Я думал, она сама кого хочешь проводит. Да. Она такая. Но знаешь, возле ее дома стала живаться какая-то... Чертова шпана. Кати в эрогации. Хомяк пристает к прохожим. Дэнни. Сара. Девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И делать реальность. Если проводишь ее, эти козлы выяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Дэнни. Сара! Мы закрываемся! Дэнни. Что происходит? Эээ, Том, Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться вечерком. Том, мне хватит мечтать. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял. Он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю. И мне решать, что с ней делать. Поли это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Сара! Это мне? Да. Но, боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все о тебе говорят. Да, она права. Все. Ладно, Джульетт, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэна нотэ, Томми. Мама! Твой ангел Сара принесла еще еды. Это было очень мило. Да. Увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня. Там постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником, с Эмом Трофани. И все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки. Разве я не прав? Да, пожалуй, прав. У моей сестры был рецепт на алкоголь. Цветы для дамы, сеньор? Не, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знал, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А, значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми, Анжела, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увезти нашу телку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Ха-ха-ха-ха. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым. Но сейчас он старый пердун. Морелло его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма-кусок. Куда это сладенькое? Отойди! Бели прав. Ты просто галкетка. Нет меня. Такой девке ни к чему гулять с этим уродом. Ух ты, вот это ножки. Затрой меня, иди сюда. Тебе нужен настоящий мужик, а не придурок. Я не из тех дамочек, к которым ты приходишь. Томми! Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков. Ну что, получил, тупой урод? Неплохой хук справа. Молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой. Пойдем ко мне домой. Я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дай что-нибудь от боли. Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз боли тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Сейчас тарана штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился выворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов. Но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. И она все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь страны Лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку. Сделайте инвалидами. Разукрасть их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чен и Тауни. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифна. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Даль тебе. Когда закончишь с Винни, разыщи меня в Чайна Тауни. Понял. Пора разбить пару голов. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то типы пристают в царе народа. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладкой. Это точно. Спасибо, Винни. Спасибо. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Приставали к дочке Луиджи Здесь полно шпаны Есть подробности? Одного харька звать Билли С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой Ага, знаю таких Они ошиваются на старой автобазе В квартале отсюда Иногда приторговывают всяким По мелочи Поэтому мы к тебе и пришли, Биф Ты знаток в мелочах За домом перейдите улицу Там их и найдете Спасибо, до встречи Эй, Поли Насчет тех денег Спокойно, мой человек работает над этим На следующей неделе все будет Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов Классных, мексиканских Ты возишь костюмы из Мексики? Нет, идиот Эти костюмы украдены из магазина в центре А вот портной мексиканец То есть бывший Живет в Холбрухе А Дон об этом знает? Да, да, он в доле Только держи рот на замке Я ничего не слышу Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь? Ага А если нет Нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов Которые похожи на нас Мы на месте План такой Я захожу и начинаю всех метелек Ты делаешь то же Никакой пальбы И долго ты его придумывал Не, это план на любой случай Лучше зайти в боковую Говорю, лучше попки я в жизни не видел Уйди О, Билли, это же тот самый парень Сваливаем Говорим Говорим Надо показать этим пидорам, кто главный! Лезь! Скорее, помогите Билли! Тащи свой сад в укрытие! Мы наконец оборсели, сдаваться в наш район! Вы здесь подохните, ясно? Отдай пушку дома! Теперь всё серьёзно! Думаешь, я не понял? Я пойду на север, ты на юг! Я наверх, а ты там пройди! Ладно, понял! Билли, сматываем! Живо! Скорей! Ну! Давайте! Том, пробивайся к Билли! Достань! Скорей! Скорей! Я рад тебе! У него строй ботла! Ну, рау! Держись! А-ау! А-ау! А-а-у! Надо было тебе вчера, товарищ! Ты уходи! Джонни, крикнись! Волк! Давай, 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 давай! Сухи, давай скорее к машине Том! Исчезни! Жми! Нельзя их выпускать! Перезаряжаю! Этот тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся! Замочи его, Том. Нет. Нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. И закончился. Все равно он уже труп. Боже мой, Том, очнись уже. Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй. Пойдем отсюда, пока легавых нет. У меня стрит. Где такая жизнь не по карману? Просто везет. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поле. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа? Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Вот че... Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову Поле. Любое дело делает до конца. Он выжил? Да. Хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитили обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог. А вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченсон даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отключет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Том. Понятно, босс. Выполняй. Давай, пошли. Зайди к Винни, я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня Винни. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. Илотти помер молодым. Так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Полить под членом семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда, как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я, Поле, устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Не забывай. Бывайте о приличиях, ладно? Не знаешь, где найти хозяина? Я просто дверь стерегу, друг. Эй, красавчик, тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А ещё у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдём. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выбей рюмочку. Расслабься. И развлекись как следует. Добрый день, сэр. Как же мне без тебя жильё оплатить? Красавчик. Вижу, ты немного нервничаешь. Но не бойся, я тебе всё покажу. Я ищу Мишель. Ты её знаешь? Да, она пользуется спросом. Запишись у того парня за стойкой. К Мишель надо выстыть очередь. Я ищу Мишель. Где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь и не суетись. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнёров. Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. Уходи! Убирайся отсюда! Ты, Мишель, знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет уйму денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок, Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе. Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе. Тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали. Скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете. Сэма доброе сердце. Радуйся. Продолжение следует... Твою мать! Ни хрена себе! У нас стрельба и взрыв в отеле Корлеоне! Все, попался! Твою мать! 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 Думаю, Сальери занес, кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на семь-восемь. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. Тридцать третий год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год, пока Фрэнк... Калетти, канцелярия Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. О вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках, своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томи. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет восемь. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка Чернека Далетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачий бега, ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес, каждый пес отымел. Ты как та собака, Томи. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не влещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томи, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это, что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томи. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Томи, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Умница девочка. До завтра, Луиджи. А я помню, когда босс еще был при припоне, послали нас шлюпнуть одного типа. Какого-то грязного политика. Боря была страшная. И вот мы, значит, едем к нему в прикород. Улицы тогда освещались паршиво. Всюду темень, хоть глаз выколи. В общем, приехали на место. Выходим из тачки. И тут как ударит молния. Вдруг я вижу на лужайке голову отрезанную. Лежит с открытыми глазами и смотрит. Надо ты гонишь. Той ночью какие-то парни нас опередили. Грохнули его первыми. Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Херня это. Да честное слово. Том. 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 На всякий случай. Увидимся утром. Ладно. Давай, Том! Эй, эй! Осторожнее! Мне же только вызов. Прости. Знаешь это место? Ещё бы. Мы уже забирали поставки с этой фирмы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня ещё есть планы. Сара, встречаюсь. Дочурка Луиджи – твоя ночная смена. Ну, ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же её отобрал. Заткнись, Полли. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней – она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в Берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своём старике. Крат Луиджи был тем ещё убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пелёнок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придётся и врать. Заодно это, можно на ней жениться. Вот чёрт ж. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, несцы в трусы, Том. Может, он от ливня укрылся. Или дегустирует. Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осёл просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперёд и глянь, что там. Мы тебя догоним. Иди вперёд. Эй, приятель. Твою ж. Брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придётся поплохо. Ну, ладно. Скорей сюда. Я его прижал. Тебе не скрыться! Я тебя нашёл. Стой! Это я, Том. Полли, ты почему так долго? Искал Сэмми? Нашёл его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот чёрт. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелла. Вот гнито. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Это серьёзные ребята. Должно быть, из пограничного контроля. Их не пальцем делали. Копы Ласт Хевена на их фоне. Просто котята. Томми, взгляни! Тебе понравится! Бог ты мой. Кажется, мы нашли канадцев. Сэма там нет? Нет. Хоть что-то радует. Кажется. Должно регулярно. Зависит. Редактор субтитров. Баргаллов по-английски. Кажется, Казахстан. Кажется,�ла плачет. Пограничный контроль на поводке у Морелла. Том, Сэма пострелили! Давайте, парни, жмите! Еще один на помощь приберзся! Подожди его! Кидаю коктейль! Останьте здесь, прикройте нас! Стреляйте во всех, кто появится на горизонте! Коми нас! Эй, Поля! Сэмми, что они с тобой сделали? Подствелили! Боже! Сколько же крови! Идти можешь? Нет, нет, не думаю! Ладно, 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 ты только держись! Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору! Эй, эй, ты справишься, Сэм! Томми, останься с ним! Я мигом, я мигом скоро вернусь! Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм! Бывало и хуже! Да! Да! Да, бывало! Откуда эти ребята повылезали? Вижу! Замочи их! Бомб! Кто попал? Мамы Бога, что вы здесь? Вставай, Том! Мочи их! Я тут загибаюсь уже! Не там! Хуже! Замочи их! Не то мне крышка! Том, помоги! Мне так больно! Боже, как больно! Бог ты мой, где этот чертов грузовик? Черт, легавые! Они меня прижали! Они лезут по лестнице! Боже мой! Тони и Дони тоже? Да. Вот же странная бойня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри, оба! Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми. Давай, держись. Тихо, 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 тихо. Сколько тебе золотая твой? Ничего. Хорошо. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. И еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер! Не дай им обогнать нас! Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Вали их в пол! Получите! Они уже рядом! Полли, быстрее! Я уже выжил педаль на максимум! Ну что, скинули? Три тачки легавых! Ай! Черт! Ну что, скинули? Боже, да откуда они берутся? Крепко вцепились! Так, один готов! Сэм, ты как? В заяцем дом! Черт! Сэм, ты как? В заяцем дом! Сэм, ты как? Это тачка! Полли, у нас! Взрыв! 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 Я бурюл! Взрыв! 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 Вообще, пушку! Пока я не стреляю! И не заряжаю! Токи! Они заряжают! Топ! Пробеем защиту лобового! У меня Икея! Пей по пушке! А вот теперь! Ток! Свойск! Ток! Ток! Поджирь его дом! Стих его! Ток! 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 Оля, надо оторваться от них! А-а-а! Получилось! Мы смогли! Мы на месте, Том! Вытащи Сэма! Я схожу разбужу доктора! Сэм! Сэм! Мы на месте! Дох тебе поможет! Я у тебя трижды в долгу! Олли! Что ты здесь делаешь так поздно? Я… Здрасьте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас не частный случай. Ладно, заносите его. Хорошо. Спасибо. Так, я побуду с Сэмом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Спасибо. Хорошо. Эй! Ты молодец, Том. Эй! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй, босс, я понял, я вам нужен? Продолжение следует... 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 Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Будь он здесь, не позволил бы мне такого. Как твои дела? Том. Да, знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оукхилл. Угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Геллотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том. Что случилось? Похоже, это здесь. Похоже, это здесь. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Господи, его хотят вывезти из Штата или еще дальше? Сука, это плохо. Субтитры сделал DimaTorzok. Том. Брэнк. Меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Том. Передать ему что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо. Можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч, Элис. На борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк… Садитесь живо, Марч. Ради Элис. Ради нас. Лезь, чертов, в самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда они скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк, почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела, так или иначе. Я устал Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Иди к черту, Фрэнк. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело. Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Продолжение следует... Ты нервируешь моих ребят, Марко? Мы с Серджио всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень. Умный. Верный. Верный жене. И дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, я не он. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Это печально. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Мореллы есть продажный прокурор по имени Откинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Мореллы намекнул ему, что Гиббельсон к Агелотти – наша вина. Теперь Откинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем? Да. Оля и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Откинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик? Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Откинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тут то бено. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Томми, наткнешься на Откинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Буана фортуна, Роганзи. Томми, Томми, Анджела. Печереди, дико на черте. Меравиглиозо. 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 Что? Тупать суверили. А, лабиринт. Меравиглиозо. Побудь здесь. Я разберусь с охраной. Не знаю. В Америке есть Меравиглиозо. Вроде это были последние. Сальваторе, ты где там? Тут чисто. Томми, и оквей. И что ты за медвежатник? Меравиглиозо. Что? Картина? Хочешь сказать, сейф за картиной? Ясно. Я тебя понял. Надо в других комнатах посмотреть. Браво. У-у-у. Шкуз, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пш-ш-ш. Пошедься, пошедься. Пошеда. Скуси, Мэй. Ларм. Слушай, неважно. Скорей, надо убираться отсюда! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 В ДВЕРЬ ЗВОНОК 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 В ДВЕРЬ или из Сальери. Херовый план, Том. Поле вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй, когда начнешь добывать для босса наводки, а не только по городу его гадать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Аморелла придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, Господи. Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Гейт ждет на последнем этаже. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С девяти до пяти тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут... У нас особая работа. Поли, ты что-нибудь еще знаешь о Гейте? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого пойла. Наш человек. Наш человек. Останавливай тут. Поли. Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейт. Ну, надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. О, да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. О, стерел поле! Нет, нет! Все нормально. А что? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов на сяро совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Берегись! Берегись! Черт! А, сука! Черт, забери! Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карлов, кабину! Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою! Пейте тачку и поезжайте за мной. Да, сэм. Откуда Морелла вообще узнал о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Похоже, оторвались. Спасибо тебе, Господи. Давай домой. Посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да. Пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. Тридцать восьмой калибр. Встретили ребят Машина? Да, Макс. Их больше нет. А что с парнем из кентухи? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это поэллу всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Доржусь с тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюта! Я так понял, Сальири готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то, чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки и от Морелла, и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пепы, а Карла заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелла в последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами. Без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали Пойла до двадцать первой поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в Толе. Рад это слышать. Ты, должно быть, доволен. Хорошо отдохнуть от Пойли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Ха-ха, еще бы. Но мы с Пойлей и с Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю косату, Томи. Еще вина? Эй, вина за столик. Скорей. Вам понравится это вино. А это? До сальери. Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, парень. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит габанату. Эй, целенто, браво, браво. Мольте, Бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду, к яньте. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить, Том. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размекают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе, еда превосходна, как всегда. Мольто, граци, дон, сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на угол. Ложись! Какого черта? Павелло. Вот мудак. Не дал мне вино допить. Эй, сальери! Давай, выходи, решим все быстро. Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи с черного хода и обойди их. Уверены, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить. Понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том. Только поторопись. Том, босс, все чисто. Ну, и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поверить. Жми нога с Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от ябла, не верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже обдавела Том. А теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Знаешь, Яракт, я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы наконец-то займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение. И вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Господи боже, этот мерзавец годами все сливал Морелло. И до нас это дошло лишь, когда они меня едва не прикончили? Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас. Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь. Тебе лучше исчезнуть, детка. Тебя ждет закрытый гроб, Карло. В порядке, босс? Да, притомился. Дэхо отдышусь. Надо же. Жирный и быстрый. Не дай ему удрать. Томми, пойми, Морелло пообещал убить мою маму. Меня заставили, заставили. Они меня вынудили, Томми. Прошу, я все объясню. В нашей жизни не так много правил, но ты нарушил их все. Мусей еще жив? Не уверен. Теперь точно нет. Эй, Зержо, как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против. Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальель еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, затнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще! Будь осторожен. Братишка. Ты тоже. Дон Морелло. Что-то серьезное намечается. Очень серьезное. Думаешь? Морелло пытается убить Дона. Не Томми, не Полли, не просто бойца. Самого Дона. Начина... Эй! Тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, Том. Отныне мы на войне. Все парни в сборе. Хорошо. Мы, наконец-то, идем за ним. Почи, сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вольнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелло вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк. Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже. Этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелотти продажа, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так что? Бросить его за борт? Вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в галью на носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю. Он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелотти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь. И только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сам и Поли сейчас в доках. Как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мразике Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Буон афортуна, Том. Дамы и господа, на борту место найдется для всех. Пожалуйста, приготовьте билеты. На входе у вас застал. Ради вашей безопасности. Слышал, конечно. Но терпеть такие деньги нельзя. Они только силы. Томмина и семья в городе. Знаете, про еще бы кто сделал для города больше? Нет, это после трагической дебили. Тебя тоже пригласили. О, тут будет нервничка. Слышал. Жили, что тебя на мне. Дети, деньги приходят и уходят. От меня почему-то только уходят. Не похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай сюда. Там один матрос с парохода сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Я знал, ты найдешь человека. Честную работу. Но не привлекай к себе внимания. Когда судно отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне. Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда гелоти толкнет речь, шлепни его. Как оттуда свалить? Оля одолжил моторную лодку. После речи будет ферверк. Мы подплывем, когда он очнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Шикарно выглядишь, Турн. Оставь костюм себе, если не испортишь. Тебе идет. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет в елоте. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Давай. Где же ты, сука? Эй, привет, Джон. Ну, как, все, нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец. Выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. Три года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок. Жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Лост Хевена. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо. Спасибо. А сейчас будет фейерверк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Давай за ним! А я что по твоему делу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он проскочит перед поездом, Брюшбеев! Быстрее! Черт, колесо! Нет! Ах ты, сука! Везучий ублюдок! Могло быть и хуже, да? Отскребали бы у вас сейчас поздно! Да ему повезло, вот и все! Серджа Морелла всегда везло! Мозгов-то у него явно побольше, чем убраться! Мы достанем его! Нет! Я снимаю вас с дела! Вы уже сильно наследили! Дадим шанс тому, кто грохнул гелотте! Томми уже нехило запугал политиков! Может, и Сержа разберется! Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе! Серджа приносит Мореллу кучу денег! Он рулит профсоюзами, а значит контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе! Грохнем его, и Морелла лишится большей части дохода! И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни! Мы можем развеять его по ветру! Особый заказ! Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только прижнет ключ! И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом! Вот и все! Бум! Сделай это, Томми! За всех, кого убил Морелла! И за все бабки, что он у нас украл! Ему просто повезло! Ага, это точно тачка Серджа! Как бы к ней подобраться? Да, буду дома к ужину! Может, в выходные потанцуем? А дочка пусть с дедушкой посидит! Да, я еще тут! Вот черт! Эй! Нет! 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 О, Боже! Господи! Боже мой! Томми, что происходит? Господи! Такими трубку нужно! Видни! Господи! Все очень плохо! Так! Успокойся, Том! Что случилось, то случилось! Ты ничего не сможешь изменить! Удача Сержу испарилась! Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его! Он в ресторане Джорджа! Далеко от тебя! Дуй туда со всех ног! Ладно! Том! Ты как? Ну, это бомба! Все сорвалось! Давайте об этом позже! А сейчас пошли заварим мудака! Идем! Что за черняк? У нас послание от мистера Сальеви! Нет! Спаси этих клоунов! Поехали отсюда! Вот этот бидор! Он удрал! Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад в машине! Нужно догнать их! Пока этого идиота не пришили! Что творите, придурки? Убейте говнюка! Я его нашел! Жизнь огурья! Оцегайте его! Молотов! А-а-а-а! Чего ты хочешь? Денег? Я дам тебе денег. Убьешь меня, и мой брат уничтожит все, что тебе дорого. Ну давай, покончим с этим. Поигрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? Я говорил тебе, меня не убьешь! Не такой ты и везучий, говнюк. Стой! Нет! После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелла залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелла. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет, встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелла и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть объяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете шиваться у театра. Достанете пушки только когда появится Морелла. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Посс дал отмашку. Сегодня Морелла умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребята. Пиногаз, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелла столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Ага. Только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелла, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько упортил боссу кровь? Лет десять? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Я его вижу. Покажите ему. Погнали. Давай за ним, Том. А то нас Дон за яйца подвесит. Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранникам. Надо от них избавиться. Да, врубаешься. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте. Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Нам будут ждать его громилы. Их хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! В машину! Лезь, в дачку, твою мать! Влетай давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все без толку! Ничего не выходит! Да условно идти! Он на сраном самолете! Брось! Я стрелять буду! Он еще не ушел! Я сяду за руль! Почему? Потому что я здесь водитель! А нам надо догнать самолет! Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим, урода! Эта птичка не сможет летать вечно! Он не сядет, он рухнет! Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Нам рано расслабляться. Нужно проверять, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это! Да, поверить не могу. Соберитесь! Держите пушки на готове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно! Господи боже! Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, братец. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк. Ах, ты хера в призрак. Три сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненное том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солере? Книге Дона, которую украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Сольери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик – это Дон Пеппоне. А двое парней – Морелла и Сольери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, двадцатый. Апрель. Свадьба Морелла. Сольери был на ней шафер. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пеппоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В двадцать втором Пеппоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сольери и Морелла поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья. И могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелла погиб. Сольери был вполне счастлив. Считай, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелла, если они не спасли его от простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало. И тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целищихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт Поли худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тернбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башней старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнморе. Солери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Спасибо. 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 Субтитрыag. Субтитрых. Субтитрыг. Субтитрыг. Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за девятнадцатую поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен уйти. Том. Не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же, как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары – лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука, там же полны-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от села только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом. Пожалуйста. Все. Пошли. Пошли. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мыслей в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть. Смейтесь, мудачо. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай. Что ты задумал? Думаю накрыть сберегательный указ в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место. Уже все сто раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. А грабить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украй сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разослится. Но успокоится, когда увидит свою дону. Не знаю, Павел. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Полли. Или скажи все Дону, или забудь. Да. Ну, какую мечта пихать можно? Проснись. Все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Полли захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Нет. Тресв, как стекло. Этого я и боялся. Эй. Хорош, м... Все путем. Остановись здесь, Том. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь? Хорош. Уэу-эу-эу-эу-эу-эу. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи, Том. Эй, Том, удобно тебе там? Сам, как думаешь, умник. Приедем к хранилищу. И что дальше? Не знаю. Поищем ящики из Камеруна. Или как его там? Ну, сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься. Ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Ваши документы? Черт. Точно. Да. Э, Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Кто это было? Вы о чем? Держи, друг. Хорошо. Проезжайте. Работа сегодня кипит. Парковка забита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего. Будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, сэр. Ты что знаешь? Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги, но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. Со мной. Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что порой себе в их документах. Нам нужны камерунские сигары с корабля Богемия. Судно пришвартовалось 23-го числа, во вторник. Ясно? Да. Не попадись никому на глаза. Как закончишь, разыщи нас. Вот ты где. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, ни сигани в воду. Черт. Вы слышали? Ладно, Том, погнали. Валим, валим. Да уж, Том, тут не слишком удобно, да? Через ворота. Где они? Федералы же нас на кишках повесят. Опять. Кажется, мы оторвались. Да, надеюсь. Ты заблудился на складе, что ли? Мы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашел. В другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Что в другой раз? Заголосовать все с тобой? Ведь ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину везти пытаюсь. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте. Ладно? Ладно. Алмазы у нас. Босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Ритц. После таких-то трудов. Эй, Полли! Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Нихрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да. Уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик. Алмазов нет. То есть, мы рисковали жизнями ради этого говда? Похоже, да. Тебе лучше остыть более. Дон сейчас будет здесь. Ну-ка, мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен, Дон. Да. Но сейчас мы все будем помолчивать. Ясно? Да. Поле? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался. Вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорченные. Но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать. С меня уже хватит, Томми. Если б нас повязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге. Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Гранд Империал. Между Нордпарк и Центральной. Да. Я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. У тебя есть семья, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти сорокет. А за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поли. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, чтобы, играя в карты, не пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочат. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Торн рассказывает мне очередную байку. Которую я слышал раз сто. А на завтра я уже под пулями. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе бы было? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А-а-а, ты уже втянулся, брат. Как знать. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилищ. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут пять. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрелы, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Всем живо лечь на пол! На пол, мать вашу! Ну, не вы, дамы. Стойте так, чтобы мы вами любовались. Кто дернется, получит пулю! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, начну стрелять! Погнали! За мной! В хранилище! Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. Вам нравится унижать того, кто слабеет вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Ключ от хранилища на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать. Господь, милосердый. Хорош, ступны! Вот, сука! Копы уже здесь! Валим! Бери бабки, пора валить. На баку засекли подозреваемого. Окружайте его. Он в деловом районе. За ним, ребята. Давай, давай! Куда? Куда хочешь, сбрось кома! Томми сзади! Один готов! Том! Томми сзади! Всем машинам отменить погоню. Куда теперь? Клуб Балермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Вот именно, что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Томми сзади. Томми сзади. Томми сзади. Для себя мы это сделали! Мы богатые! Мы богатые! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях! Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй, Сарай. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. Смотрите-ка. Явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, а что натворил? Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас с Поли появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поли и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да. Вы с Поли вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь, от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поли. Есть ли причина твоих переживаний в нем? С Полей все нормально. Не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Поли! О, Боже. Поли! Поли! Черт! Поли! Поли! Сэм, это я. Я, Том. Где Полли? Он… Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт. Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать. Парни, вы же мне сто раз жизнь спасали. О чем предупредить, Сэм? Сальери. Он знает програбление банка. Да. Ты в терьме, Том. Тебе нужно исчезнуть. Ладно. Давай. Так. Ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да. Конечно, друг. Мне заехать к Полли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да. Хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И… Спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять, Томми! О, черт! Привет, Том! Сэм, что нахер происходит? Ты, Полли, я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну, вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать? Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Полли. Нет, друг. Полли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правило. Все это печально. Я... Том Сальери, конечно... Очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Ах! 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 Что, первый раз ствол держишь? Все сюда, жив! Ах! Ах! Кто его замочит, тот сразу получит повышение! Ах! Скорее сюда! Ах! 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 Пусти уже! Секаной чуть-чуть моего времени! Нет. Нет. Пожалуйста. Кадец, бокс, давай! Если ты еще уважаешь донор, смирись со своим приговором! Лови! Пошел нахер! Ты бы сделал то же самое! Все! Да я знаю, что ты уже это делал! Плохи дела, парни! Мочите его уже! Что, никого не осталось? Это еще не все! Сальери нас обманывал! Кто попался? Узнаю тебя сюда! Убегу! Я позарю всю семью! Ох ты, глина! Ох ты! Ох ты! А ты меткий, Том! На забабке от таркоты можно нанять громил! Парни, валите его! О, боже! Со мной! Жги эту суку! Сейчас согреется! Том, тебе надоела такая жизнь! Я знаю! Я видел, как ты меняешься! Но выйти из нее можно только ногами вперед! И я тебе это устрою! Где бы перескрылся, Сальери тебя найдет! Давай, сэр! Нельзя так просто порвать с нашей жизни! Черт! В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, сэр! Меня ты убьешь! Адон? Он же будет вечно тебя искать! Отпусти меня! И я скажу Сальери, что ты мертв! И ты исчезнешь! Как Фрэнк! Ты не высовывайся, чтоб не спалиться! Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе! Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бигах! Один друг семьи узнал его! И Сальери послал команду! А его семья? Ты не сможешь, правда? Этот голосок в твоей голове, наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли, мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини. Может быть, даже отцу Сары. И по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увезти мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, четыре сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру. Но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле, неважно, буду я жив или мертв. Вы раскройте дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Доми. Солиери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины. Его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал – хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства. Целых восемь лет я провел один. Нет! Пытаясь найти себя, но я смог вернуться домой надежным мужем, хорошим отцом и человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость. Но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам. Стремимся к своей мечте. Пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анжело? Мистер Сальери передает привет. Томми! Вот теперь вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья все временно. Но семья… Семья – это навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова то, конечно, не только но и родителей. Редактор субтитров А.Егорова Вот этот портрет для вас. Продолжение следует...